По поводу Великого Поста. Пост приближается, заканчивается притрение народа Божия к этому важному этапу в жизни каждого христианина. Каждый год Церковь нас готовит и готовит почти одинаково, начиная с притчи о мытрии фарисеи, притчи о блудном сыне. Восстановление страшного суда, восстановление изгнания Адама из рая, одни и те же темы каждый год. Но если нет подготовки, то, как правило, пост не проходит должным образом. Должно быть для поста определенное настроение. Сейчас у нас последняя неделя перед постом Масленица, она скоро закончится. Конечно, Масленица – это не то время, когда нужно повеселиться, когда нужно наесться на весь предстоящий пост. Масленица, с точки зрения христианской, это снижение, наоборот, празднеств. Переход, начало, может быть, и не очень строго, но воздержание от пищи, от мясной пищи. И затем переход, вхождение в пост, рубежом которым является, или границей которого является примирение друг с другом, которое предшествует примирению с Богом. Пост, в том числе, предназначен для того, чтобы мы вернули себя на стезю служителей Божьих. Мы призваны Богу служить, но иногда об этом забываем. О своих долгах перед Богом и перед ближними. Пост нам об этом напоминает. Пост – это ровным образом десятина года. Десятина года, даже как и всякая десятина – это обязанность, которую мы должны Богу возвращать, получив от Него жизнь, получив все. Мы хотя бы десятую часть посвящаем, десятую часть нашей жизни, нашего имущества, наших приобретений, посвящаем, возвращаем Богу через, как правило, через церковь. Или непосредственно служа Богу, как написано в притче, повествующем о Страшном Суде, «Все, что сделали одному из малых сих, то мне сделали». Поэтому мы можем через ближнего непосредственно служить Богу ради Христа. Десятина года, семь недель поста. Но так как в субботу и воскресенье совершаются по утрам литургии, то это не совсем строго постные дни. У них также разрешается послание в пище, в кушение, разрешается пища с постным маслом. Поэтому семь недель – это пять дней поста. Семь на пять – тридцать пять. Но так как Страстная Семица вся постная, в том числе и суббота, а также и полдня до воскресенья, то получается тридцать пять плюс один с половиной – тридцать шесть с половиной дней. Это ровно десятая часть года. В году – тридцать шестьдесят пять дней. Поэтому мы возвращаем Богу свои долги, свою обязанность. И это время, которое мы посвящаем Богу, делам Богоугодным – это наш долг. Но границей вхождения в пост является примирение, прощение. Мы знаем заповедь, что когда идешь к Богу, сначала помирись с ближним. И только тогда твоя жертва будет Богу угодной. Как нам прощать? Мне кажется, этот вопрос неправильный. Как нам и спросить прощения? Потому что у нас даже и не должно возникать претензий, кому бы то ни было. Когда Бог пришел, Он перевернул многие ориентиры, многие направления в жизни, в деятельности. Он взял ответственность на себя. Как мне простить? Но если я считаю, что я виноват в этом, то мне прощать не надо. То есть, если я считаю, что я виноват в том, что что-то произошло, то у меня не возникает претензий, кому бы то ни было. Скажем, старец Паисий, святогорец. Вот он расскажет о своем опыте, как он духовно взрастал. Когда он уходил из своей кельи, шел по Афону, видел монаха, который согрешает. Он не говорил, что монах согрешает и делает неправильно. Он говорил, я плохо сегодня помолился. И этот монах по моему народению впал в грех. Нет претензий к монаху, у него есть претензий к самому себе. Поэтому у него нет ощущения того, что тот человек как-либо перед ним виноват. Значит, я делал себя неправильно, поэтому в этом нет проблемы. Как нам? И спросить прощения у другого. Но мы делаем все то, что от нас зависит в рамках заповедей. Мы не всегда можем сделать так, чтобы нас все окружающие любили. К сожалению, это так. Этого не смог сделать сам Господь. Но от нас зависит, по крайней мере, минимизировать тот вред, который мы наносим окружающим. И кроме того, все люди, в конце концов, это одно существо. Сотворим Бога, сотворим человека по уровню нашего, по подобию. Так написано в Евангелии. И сотворил Господь человека, мужчин и женщин сотворил их. Все люди – это в конечном итоге один человек. Все человек. И последняя молитва Христа, она ей говорит, да вот это все едины, как мы едины. То есть последнее единство – это, по сути, одно существо в множестве ипостасей. Поэтому, когда мы согрешаем даже внутри себя, согрешает, по сути, человек. Поэтому и все члены страдают. Нельзя говорить так, что вот я согрешаю, но я же никому плохо не делаю. Так не может быть. У нас совсем другое понимание человека. У нас другое учение о человеке. И у нас иное понимание судьбы человека. И будущего человека. Поэтому, если где-то кто-то в глубине подвязается и просит прощения от лица людей, как говорят молитвы за весь мир, всем от этого лучше. Если кто-то один согрешает, даже в тайной комнате, всем от этого хуже. И это и в антарском учении. Поэтому нам всегда есть в чем каяться перед людьми. Потому что, когда мы согрешали, мы нанесли вред, травму всем в той либо иной степени. Поэтому у нас всегда должно быть готовым сорваться слово «простите», на любое обвинение, как бы нам ни казалось, что мы не виноваты. Сначала простите, а потом понять, насколько мы действительно виноваты в том, чем нас обвиняют. Как правило, виноваты. Но в любом случае, мы можем понять вину на себя. Господь это показал. Показал и никого не отверг. Это его принцип. Мы нагрешили, он пришел расплачиваться. Вот поэтому, настраиваясь на пост, надо понять, в каком пространстве мы живем. В пространстве евангельского учения. В пространстве евангельского благовестия. Поэтому, соответственно, если мы переходим сознанием в евангельское сознание, то для нас не возникает вопросов, которые вызывают недоумение в обычном пространстве этого мира. Вопросов нет, но часто нет и желания. Желания нет. Иногда мы все понимаем или многое понимаем, но не делаем. Понимать и делать – это, к сожалению, не одно и то же. Быть, понимать и быть не всегда совпадают. Постараемся быть. Продолжение следует...